друзья всем огромный огромный привет я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут ксения и сегодня у нас очень интересное видео о бьюти лайфхаках которые мы будем применять в этом макияже обязательно оставайтесь со мной смотрите дальше это видео я думаю что вам будет очень интересно но я желаю вам приятного просмотра что приступим к нашему макияжу первое что мне необходимо сделать это лайфхак не лайфхак но главное и важное что необходимо делать перед каждым макияжем это очищение кожи поэтому для этого мы берем ватный диск и мицеллярную воду будем очищать наше лицо я беру вот такую мицеллярку от невея майкап эксперт тонизирующая мицеллярная вода наношу на ватный диск и протираю лицо беру свои пряди которые я оставила у лица очищением лица пренебрегать никогда не стоит потому что это важно делать убрать какое-то скопившиеся может быть себу с кожи убрать скопившуюся грязь которая остается у вас на лице макияж будет лежать ровнее и лучше визажисты в некоторых случаях даже прибегают к помощи скрабирующих салфеток для того чтобы убрать какие-то шелушинки с лица и лицо было более ровным и хорошо было подготовлено к нанесению макияжа следующий шаг это конечно же крем в качестве крема сегодня наносим эмбриолиз очень люблю его использовать наношу на ручки и таким вот эффектом как бы делаю самомассаж по массажным линиям наносим на лицо крем на лицо нужно наносить хорошо чтобы каждый миллиметр каждый сантиметр нашего лица был увлажнен и напиток следующее что мы будем проверять какой лайфхак мы будем делать тональную основу светлее у меня есть тон от ламель вот этот studio skin foundation и он мне немного темноват у него такой желтый потом и мне необходимо его осветлить покажу сейчас способ который помогает реально на несколько тонов осветлить тональные средства можно конечно же использовать светлый аджастер но к сожалению у меня его нету поэтому будем работать тем что у нас всегда есть косметички так вот я выдавливаю тональное средство сейчас я вам покажу насколько он не темнее видите первых он желтый прям сильно темнее поэтому мы будем его высветлять для того чтобы высветлить тональные средства нам нужно взять консилер я беру консилер арт пейзаж в сто первом оттенке и просто вот так вот на ручку наношу его вместе с тональным средством который нам нужно будет высветлить кстати еще дополнительно помимо того что вы высветляете на несколько тонов тональное средство да то есть вы еще делаете его более плотнее так сейчас посмотрим результат вот что у меня тут на руке какое безобразие я возьму какую-нибудь кисточку любую и буду все это дело хорошенечко перемешивать перемешаем мне кажется что даже нужно еще и еще вот эта тональная основа имеет свойство немножечко окисляться на лице поэтому имейте ввиду и теперь давайте сравним я думаю что разница очевидна поэтому лайфхак годный не благодарите пользуйтесь наношу на лицо все что на руке есть и растушевывать буду спонжика и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Переходим к коррекции лица Я буду использовать кремовый скульптор от Influence Beauty в 01 оттеночке Будем также делать лифтинг эффект Мне необходимо поставить полосу не под скуловой впадинкой, а немножечко выше И тем самым у нас получится такой вот очевидный лифтинг эффект Давайте пробовать Наношу выше естественной впадинки То есть примерно вот сюда Впадина у меня вот здесь, а я наношу корректор выше Следующая линия восходящая Это линия продолжения нижнего века, которую мы уведем к виску Наносим Вверх Так, и третья линия, которая будет у нас закрывать наш второй подбородок То есть обычно мы его наносим вот так, корректор А здесь мы проходимся как бы по низу лица Не доводя, конечно же, близко к подбородку То есть у нас получается три параллельные линии, идущие вверх И тушевать также корректор необходимо вверх движениями То есть не вниз куда-то опускать, а стремиться вверх Ну что, пробуем растушевать Беру спонжик, и спонжиком так же все буду хорошенечко тушевать Даже вот так вот спонжик переверну И будем пробовать Начну с зоны подбородка Давайте посмотрим разницу до, после Напишите, видите ли вы лифтинг эффект Я действительно вижу, что лицо стало у нас стремиться немножечко вверх Мы еще продублируем кремовую текстуру, обязательно сухой Работаем со второй половинкой лица Итак, с корректором мы поработали, и теперь я предлагаю поработать с румянами И лайфхак с румянами заключается в том, чтобы нам наносить румяна не на яблочки еще, как мы привыкли это делать Не уводить сильно линию к виску А нанести прям на скулы вот такой вот полосочкой И хорошенечко все растушевать Давайте пробовать То есть в лифтинг макияжа у нас все линии должны стремиться вверх Все линии должны быть восходящими То есть обратите внимание, я как бы топчусь при растушевке румян на одном месте Я эту линию не завожу куда-то слишком вверх к вискам и не опускаю к яблочкам Итак, румяна мы нанесли Теперь предлагаю закрепить все сухими текстурами и добавить хайлайтер Затемняющим, корректирующим средством у меня сегодня будет скульптор от The Balm Bagama Mama Беру кисточку Вот такую вот пушистенькую набираю скульптор И прохожусь также выше естественной впадинки скульптором Он немножечко рыжит, чуть-чуть Я вижу, что я зашла на область румян И то же самое делаю с нижней линией Так И все-таки, так как у меня круглое лицо, я еще люблю проходиться корректором по линии роста волос Поэтому я чуть-чуть добавлю на лоб этого скульптора И корректируем все спонжиком Где у нас какие излишки есть Так Вот эту зону на глазках, которые мы наносили Линию я предлагаю поработать более мелкой кистью Для этого давайте возьмем кисточку Вот такую вот пушистую кисточку Набираю также скульптор И прохожусь Таким вот образом Продолжаю линию нижнего века Тем самым визуально у нас приподнимается и открывается головик наш И излишки убираю спонжиком Далее я возьму румяна Вот такие вот Диваж Вельвет И продублирую Кремовую коррекцию Возьму вот такую вот пушистую кисть И также Добавлю румян немного На щечки У меня есть небольшая текстура На области вот здесь На скулах Поэтому нужно конечно быть осторожной И работать менее интенсивными продуктами На тех зонах, где у вас есть текстура Чтобы не усугубить Не увеличить интенсивность Вот этих вот пятен Красноты какой-то Которая есть на вашем лице Так, теперь нанесем хайлайтер Я буду использовать Вот эстрад И еще один Трюк Который нравится мне использовать В последнее время Это наносить хайлайтер Не на всю поверхность носа А только на Кончик носа И вот сюда на переносицу Мне очень нравится этот эффект Давайте попробуем Я вам еще раз покажу Как это работает Набираю Хайлайтер Упаковочки конечно Оставляют желать лучшего Так Набираю на такую вот Плотненькую синтетическую кисть Прохожусь По Зоне Куда мы наносим хайлайтер Обычно Вот так вот Немножечко Заполировываю Его в кожу То есть у нас получается Три линии Линия хайлайтера Линия румян И линия корректора И добавляем на кончик носика На переносицу И на галочку На верхней губой Таким образом Мы откульптурировали лицо Следующий лайфхак Который я буду испытывать на себе Это Оформление бровей Для этого нам необходимо будет взять Карандашик Я возьму Риммель в 0,2 оттенке Прочесать брови Вверх Поставить точки Итак Это первая точка У нас будет Точка верхней брови Что мы делаем Мы ставим карандашик Вот так вот В параллельной линии От нашего носа Ставим точечку Также ставим точку Нижней границы Далее Мы берем карандашик И через Серединку Нашего зрачка От носа Через зрачок К излому брови Таким вот образом У нас получается Верхняя точка Излома И где у нас будет Конец брови Точно так же Через нос Продолжение нижнего века Тут Вот у нас получается Несколько-то точек То же самое делаем Со второй бровью Итак В чем же заключается Данный лайфхак Нам необходимо Провести Я сейчас возьму Зеркало Чуть-чуть поближе Чтобы не работать Нам необходимо Провести Прямую линию От точки Нижней границы До вот этой вот Верхней точки Излома Давайте пробовать Проводить Прямую Ровную Линию Так Привели Эту линию Далее Нам необходимо От точки Верхней границы Брови Вот так вот Как бы Пересекая Нашу бровь Провести К точке Где у нас Бровь наша Заканчивается То есть К хвостику Брови Проводим Так Встали На эту точку И остановились Далее Соединяем Верхнюю Границу Точки Начала Бровей И точки Излома Бровей Таким вот Образом И заполняем Карандашиком Нашу Бровь Далее Мы Опускаем От центра Излома Бровей К хвостику Так У меня сегодня Получилось Слишком Интенсивное Начало Бровей Я это Не очень Люблю Поэтому Я Вычесываю Карандашик Из бровей Ну что Бровь У нас Одна Получилась Что я могу Сказать По поводу Этого Лайфхака Мне Этот Лайфхак Полезен Был Тем Что Я Для себя Обозначила Точки Излома Бровей Начало Бровей И Конца Брови Честно Скажу Проведение Линии От Верхней Границы До Конца Бровей Мне Не совсем Понятно Зачем Это Делать То есть Возможно Эта Линия Обозначит Мне Направление Хвостика В какую Сторон Будет То есть Лышение Чтобы Он Не танцевал В конце Наши Наши Брови В конце Ну то есть В конце Как вы видите Я просто Заполнила Бровь Так Как я Это делаю Обычно Поэтому Пользоваться Или Не Пользоваться Этим Лайфхаком Решать Вам Ну а Я Оформляю Вторую Бровь Есть У меня Небольшие Косяки В Оформлении Я Слишком Где-то Вылезла Из-за Границы Брови Поэтому Все Это Можно Исправить Консилером Я думаю Что этот Лайфхак Уже Давно Давно Всем Известен Если Есть Какие-то Недостатки В оформлении Берем Кисточку Берем Консилер Выбираем На кисточку Консилер И Проходимся По Границам Брови Раз Верхняя Граница Обозначилась Два Верхняя Нижняя Граница Обозначилась Ну и Лично От меня Совет Оформления Бровей В каком-то Из Предыдущих Своих Видео Я уже Об этом Рассказывала Что Я Придерживаюсь Главного Правила Это Нижняя Линия Должна Быть Параллельно Верхней Линии И Толщина Начала Бровей Должна Быть Одинаковая С толщиной Излома Бровей То есть У вас Не должны Быть Брови Слишком Широкие Вначале И узкие В моменте Излома Или Наоборот Слишком Широкие В моменте Излома И узкие Вначале То есть Должны Быть Две Параллельные Линии И Дальше Излом Уходит Хвостик Мне Осталось Зафиксировать Брови Прозрачным Гелем Итак Переходим К макияжу Глаз Я В каком-то Из предыдущих Видео Тоже Видео О бьюти Лайфхаках Показывала Как можно Оформить Брови И нарисовать Стрелки При помощи Зубочистки Мы с вами Вместе Это все Тестировали Пробовали И смотрели Что получится Если вы еще Не смотрели Это видео То обязательно Посмотрите Оно есть На моем канале Сегодня же Я вам покажу Как нарисовать Стрелки При помощи Трафарета В принципе Это может быть Абсолютно Любой Трафарет Который Вы можете Приложить На Глаз Вот так Вот Сделать Продолжение Нижнего века И нарисовать Стрелку Сегодня у меня Это будет Пинцет Для Бровей Я думаю Что он есть У каждого И Не составит Труда Его найти И используйте Ваших Макияжей В качестве Аксессуара Необходимого Для прорисовки Стрелок Также Можно взять Пластиковую Карточку Банковскую Карточку Можно Взять Трафарет Делала Я Макияж Арабский Я не знаю Уже Он вышел На канале Или еще Будет Но там Я клеила Трафареты Что нам Позволило Глазу Быть Нужной Формы Такой Которая Она должна Быть В макияже Но Сегодня Будем Рисовать Стрелки При помощи Пинцета Для бровей Что мы делаем Кстати Есть еще Лайфхак Как рисуют Брови Пинцетом Для бровей Тоже Значит На краях Пинцета Наносят Помадку Какую-то Или карандаш И потом Просто Вот так Припечатывают Пинцет Но Так как Я говорила Что я Ориентируюсь На две Параллельные Линии В пинцете Двух Параллельных Линии Нету То есть Пинцет У нас Здесь Он у нас Шире Чем У основания Поэтому Для меня Этот лайфхак Просто Негодный Получается Можно конечно Попробовать Одной линии Провести Как-то Это Ну в общем Может быть Напишите Если вам будет Интересно Попробовать Я попробую Вместе с вами И сделаю Такой вот Проверку Такого лайфхака Так Давайте Перейдем к глазкам Для начала Чтобы у нас Получился нормальный Макияж Что мы можем сделать Чтобы хорошо Тени Ложились На века Мы проработали Его консилером До самого начала И мне необходимо Немного Припудрить Лицо И припудрить Верхние веки Чтобы у нас Не скатывались Ни веки Ни консилер Поэтому я беру Прозрачную Рассыпчатую пудру Беру Вот такую вот Небольшую Пушистую кисточку Набираю Совсем немного На Кисть Вбиваю Вот так вот В колпачок Показываю Уже тысячу раз Как я наношу Стряхиваю Кисточкой И прохожусь По Т-зоне И Так Легкими движениями По всему лицу Такой пудрой Я также Легкой кисточкой Припудриваю И консилер Под глазками Чтобы Ничего у нас Никуда Не скатывалось И Этой же большой Кисточкой Припудриваю Верхние веки Теперь у нас Ничего Не должно Отпечататься На верхнем веке И консилер И Какие-то Тени Не должны Скататься В складку Итак Что Мы Сделаем Я хочу Взять Небольшую Кисточку Хочу взять Оттенок Каких-то Теней Которые Мы будем Рисовать Наши Стрелки Давайте подумаем Каким Цветом Мы нарисуем Сегодня Стрелки Давайте будем Работать Вот с этой Палеткой И Быть может Нам нарисовать Вот такие Стрелки Как вы думаете Растушеванные Стрелки Сделать на основе Такого Цвета Давайте пробовать Почему нет Я беру Вот такую Плоскую Скошенную Кисточку Набираю Оттенок На Кисть Прикладываю Значит Наш Пинцет К Нижнему Веку Как бы Продолжением Беру Кисточку И Вот таким Вот Образом Прорисовываю Стрелку Направляющую Наши Стрелки Стрелка Готова Теперь Давайте для того Чтобы Не поставить Пятна Я протру Значит Вот это Место Куда мы Наносили Где мы Рисовали Стрелку На этом Глазике Переверну Пинцет Еще раз Прикладываю К Глазкам Продолжение Нижнего Века И Вот таким Вот Образом Рисуем Стрелочку Оп Итак Вот что У нас Получилось Значит Чтобы Подредактировать Нижнюю Линию Стрелки Мы Также Возьмем Консилер Кисточку Тут Кстати Тоже Удобно Работать С Коршенами Маленькими Кисточками Сейчас Вот такую И Возьмем Вот такую Вот кисточку Набираю Консилер На кисть И Работаю С нашей Стрелкой Мне хочется Сделать Ее Вот В этом Моменте Чуть По Тоньше Уголочка Таким Вот Образом И Пушистой Кисточкой Растушуем Видимые Границы Консилера Итак В цвет Моих Сегодняшних Стрел У меня Есть Карандаш Для Проработки Верхней Слизистой А это Еще Один Считайте Что Лайфхак Чтобы Для того Чтобы Стрелочка У нас Была Красивая Правильно Хорошо Оформленная Нам Необходимо Проработать Верхнюю Слизистую Века Я беру Карандаш Гелевый От Ламель В оттенке 406 И прорабатываю Этим Карандаш Верхнюю Слизистую Века Сначала На его Подточу Во внутренний Уголочек Нанесу Сияшечку Вот Такого Красивого Оттенка Немножечко Освежить Наш Взгляд Нам Поможет Светлый Карандаш По Нижней Линии Слизистой Я буду Использовать Карандаш От Люкс Визаж 14 Оттеночки В дереве И очень нравится Мне Как он Смотрится На нижнем На нижней Слизистой Века Нам Осталось В макияже Глаз Накрасить Реснички Я Сегодня Сначала Пройдусь По Верхним Ресницам Сывороткой От Эвелин Белой И еще Один секрет Для того Чтобы не Испачкать Верхнее Веко Когда мы Красим Верхние Реснички Зеркало Необходимо Поставить Под Нашим Лицом Чтобы мы Смотрели Вниз И тем Самым Мы При Прокраске Ресничек Не будем Касаться Верхнего Века И Вероятность Замарать Века Сводится К минимуму Теперь Прокрашиваю Черной Тушью Сначала Верхние Реснички Теперь Я предлагаю Поработать С нижним Веком Для того Чтобы Сделать Более Так Скажем Густые Нижние Реснички А это Смотрится Очень Красиво И взгляд Также Визуально Открывается Я Делаю Следующее Я беру Карандаш Это может быть Карандаш Для бровей Кстати Может быть Какой-то Любой Карандаш Для глаз Я люблю Использовать Коричневый Карандаш От У меня Vivienne Sabo В 303 Оттеночке Коричневый Карандаш И наносить Его На Межресничку Таким Вот Образом Посмотрите Разницу С Карандаш Без Карандаш Мне кажется Взгляд Визуально У нас Становится Шире Ну и чтобы Не было У нас Никаких Видимых Полос Я все-таки Предлагаю Это дело Немножечко Растушевать Я возьму Вот такую Маленькую Маленькую Кисточку И прохожу С этой кисточкой По Ресничному Краю И теперь Нам необходимо Взять Туш И прокрасить Нижние Реснички Туш Также На просторах Интернета Я Видела Один Интересный Способ Разнообразить Наш Макияж Это Сделать Такие Стрелы Пинцетом На Нижних Веках Посмотрите Что я имею Ввиду Вот мы Прокрасили Сейчас Нижние Реснички Тушью И теперь Я беру Пинцет И Вот таким Вот Образом Собрав Несколько Пучков Наших Ресниц Склеиваю Их Пинцетом Посмотрите Оп Продолжение следует Вот Такой Вот Эффект Получается Раньше Это Назывался Эффект Паучьих Лапок Да Или Таких Склеенных Ресниц Я Кстати Помню Когда Я училась В школе Я Брала Иголку И После Того Как Прокрашивала Какой-то Очевидно Не очень Качественной Туши Потому Что Он Неслеплял Ресницы Иголочкой Аккуратно Расчесывала Верхние Ресницы Это Конечно Очень Опасное Дело Но Куда Было Деваться С глазками Мы Закончили Работать И Теперь Переходим К губам Что Я Сегодня Хочу На себе Попробовать Я Хочу Попробовать Эффект Кукольных Губ Что Нам Для Этого Нужно Нам Нужно Будет Взять Какой-то Карандаш Я Возьму Карандаш От Мистейс В 780 Оттеночки Его Подточу Для Начало Подточила Я Карандаш Возьму Зеркало Опять же Чтоб Мне Было Удобнее Работать И Прокрашиваю Верхнюю Вот Эту Галочку Над Верхней Губой На 1 Миллиметр Выше Моих Губ Сглаживаю Переход Вот Этот Вот Как Бы Вот Таким Вот Образом Кладу Грифель На Галочку И Прорисовываю Верхний Контур Губ Получаются Знаете Такие Губы Как У Алисы В Стране Чудес Это Вот Недавний Недавний Фильм Дальше Я Опускаю Карандашиком Вот Так Вот Рисую Две Линии Вниз И Прорисовываю Также Контур На 1 Миллиметр Ниже На Центре Нижней Губы Так И Теперь Мне Нужно Резко Не Поднимая Не Увеличиваю Губы Провести Линию До Уголков Губ И Также От Нижней Границы Центр Губ Мне Нужно Будет Поднять Линию Верхней Губы По Своему Контуру Не Делая Миллиметр Больше Миллиметр А И Этод Эффект Таких Кукольных Губ Визуально Делаю Губу Немножечко Пухлее дальше есть такой трюк лайфхак как хотите как хотите так и называйте чтобы сделать губы еще более пухлыми нам необходимо высветлить вот эту вот серединку губ для этого нам также нужен консилер который мы наносим небольшом количестве на центр губ покажу вам как я это делаю таким вот образом то есть мы не заходим высоко на корту контур мы не трогаем а вот на внутреннюю сторону стремимся к внутренней стороне губ и аккуратно его растушевываю ну и так как у нас время экспериментов мне хочется провести линию по нижней губе каким-то интересным сияющим гелем у меня есть для этого диска геля от эстрата маленькую кисточку которую я обычно рисую стрелки вот такой вот наношу этот гель на кисточку и рисую ровную полоску по центру друзья ну что вот такой вот макияж у меня получился я надеюсь что это видео было для вас интересным и полезным обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии я желаю вам всего самого лучшего не бойтесь экспериментов всем пока пока